Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий непростой вопрос. Может ли женщина спастись деторождением, если она, в кавычках, плодить нищету? Сразу скажу, друзья мои, все-таки не 90-е годы, и не в Сомали мы живем. Нищету сейчас никто не плодит. Учитывая поддержку государства, возможность поддержки родственниками, социальными отделами, социальными отделами епархии, комиссии по защите семьи, детства, материнства, по количеству домов для помощи женщинам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, можно сказать, что любую проблему решить можно, и даже очень неплохо, успешно и несложно. Поэтому в нищете не будет никто. Не может быть такой ситуации, чтобы никто не отозвался. Я сам, как руководитель одного из таких отделов, знаю, насколько мощно церковь помогает женщинам, которые родили в сложных жизненных обстоятельствах. И деньгами, и памперсами, и одежкой, и жильем, в конце концов. Да, мы не покупаем квартиры, но есть специальные дома, в которых такие женщины живут довольно долго, до тех пор, пока не начнут как-то зарабатывать, пока ребенка относительно на ноги не поставят. Так что нищету плодить не получится. Вопрос теперь второй. А спасается ли она этим? Открываем дословную цитату апостола Павла, на которую не совсем верно сослался автор вопроса. Что он пишет? «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасается через чадородие». Автор вопроса поставил точку, но апостол Павла стоит запятая. «Если прибудет в вере, в любви, в святости, с целомудрием». Целый комплекс. Вера, любовь, святость, целомудрие. Убери что-нибудь одно из этой цепи, и уже валится спасение чадородия. Потому что если кто-то будет думать, я вот рожаю и отдаю, рожаю и отдаю, пусть там кто-нибудь другой заботится, в детский дом сдам и буду дальше жить, как хочу. И все, загробная участь для меня предрешена. Родила? Родила. А там кто-нибудь воспитает. Главное, факт рождения. Я не знаю, может быть, вообще на самом деле не существует таких женщин. Ну, если уж спросили, то, наверное, даже если один из миллиона таким вопросом задался, то надо ответить. И, собственно, апостол Павел уже ответил. Мало родить, надо воспитать. И самой жить. Вере, любви, целомудрие. Ребенка воспитать. Вере, любви, целомудрие. Святости. Тогда будет спасение. Так что, буду тоже, повторюсь, для многодетных семей или для однодетных есть огромные возможности родить и воспитать. А если с деньгами сложности, вам помогут везде. Но, на самом деле, старайтесь не бросать мужчины, жен своих. Не по матросите бросить, а жить в целомудрии, жить в законном браке. Ведь, ну, зачастую проблемы возникают в тех ситуациях, когда ты живешь вне брака. Да, я знаю, что и много браков распадается. Колоссальные цифры. 60-70% оставляют с двумя, с тремя детьми. Но это уже другой вопрос. Это вопрос к мужчинам. Откуда такая низкая ответственность? Откуда такая ненависть к собственным же детям, которые будут жить очень тяжело, очень непросто, когда подрастут? Им придется зарабатывать раньше, взрослеть раньше. Да, вы скажете, в 19 веке все так жили. А про раньше вообще будем молчать. Ну, да, было такое. Ну, зачем сознательно усложнять жизнь твоих собственных детей и матери твоих детей? Поэтому, мужчины дорогие, несите ответственность до конца. Но матерям, надеюсь, не придется столкнуться с такими проблемами. Но, к сожалению, сейчас женщине надо иметь уже даже не одно образование, а два. И уже до брака, может быть, научиться какому-нибудь ремеслу, дабы, если бы, не дай бог, придется остаться одной, суметь поднять детей и воспитать их. Так что не только в чадародием спасается женщина, но и совокупностью добродетелей.